Ну че, мы, ребята, на рыбалке. Такая она здесь полугламурная, полулюкс. Поздравление. Скромный рыбак. Не сопротивляйся, да мать твою. Эй, нормальная, жирненькая. Когда русские рыбаки, это всегда кайф. Женская борьба. Любо дорого посмотреть. Так еще и в салоне автомобиля. Необычные стесненные условия. Адские тактики. Гигантские денежные призы. И за первое место в гран-при. Новый автомобиль. В этом выпуске уже четверть финал. Соответственно, девушки, у которых уже есть победы над своими соперницами. Они с опытом. Они с пониманием такого необычного поля боя. Салона кабриолета. Но это еще не все. На сладкое там есть звездный шоу-матч. Дана Борисова, которая регулярно готовилась к своему следующему бою в Коржицу. Против Фариды Шириновой. Которая эту подготовку скрупулезно проверит. Достойнейшие, подготовленные девушки-бойцы. Я, ребят, смотрел, комментировал и зрелище стоящее. Можно, можно. Смотрите Коржицу по ссылке ниже. Эксклюзивно на Рутюб. Ну что, мы, ребят, на рыбалке. Такая она здесь. Полугламурная, полулюкс. Но это только пока. Когда мы выходим в море, рыбалка превращается в суровую, бесплощадную, на морскую щуку. Она же барракуда, мать ее, и тить. Здесь 2, короче, здесь 600. Разделите на 2 и получите. Смотри. Раджан, залетай. Давайте со шкурного момента про рыбалку начнем. Сколько стоит рыбалка? Ну, слушай, ну для Дубая, для красивого вида. Да, согласен. Согласен, согласен. Там большое количество контента, там после, когда еще рыбу. Короче, смотри, можно что включить. Во-первых, это, если вы любите снимать этот контент, вычтем 10 тысяч из этого. Второй момент, это красивый вид, когда ты на GVC приезжаешь, и у тебя там закат, вид, колесо, еще десятку стоит. Плюс это там 5-6 человек, которые, скорее всего, ну, ладно, у него, да, там, то есть он знает места, скорее всего, вы что-то поймаете. В далекой-далекой галактике в 2015 году я, пожалуй, 335. И цель, ближайшая на этот канал, 335 тысяч подписчиков. Поддержите, ребята. Вижу, много смотрите. Ну и не подписывайтесь. Хотелось бы, чтобы в ваших рекомендациях был все-таки и мой канал тоже. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики бейте, ну и все как положено. Спасибо вам за внимание и за поддержку. Минута, минута прошла буквально. Ребята, я все понял, у меня тоже есть морская болезнь, но если других тошнит, то я очень сильно хочу жрать. Я просто как мразь. 30 минут потрясся в лодке и хочу кушать. Какой сильный живец. Сейчас живец клюет так, как у нас просто нормальная поклевка считается. К успеху шел, пацан, да, не хватанул. Еще ребята рассказывал историю про National Geographic, как меня звали в Майами, ловить группера. То есть там Дэмон Ларат участвовал, еще кто-то в Леди Холл. Надо было ехать. В общем, важно не трипер, а группер ловить в Майами. Потому что там как бы, ну, и то, и то, может быть. Пираты, Сомали, хотят нас это. Ролик, кстати. Да, но они когда увидели, насколько у нас сексуальные пузики, корректные. Сел ее, значит, пожрать. Ничего не клевало. Лучшая рыбалка. The best. Просто. Она прям вообще выдохлась по ощущениям. Она старая просто. Может, это живец такой сделал после нервов. Может. Ну, так. Да больше они крутить. Проходи на килограммчик. Поздравляю. Я же говорю, люди маленькие. Поздравляю. Ситуация такая. Вот там конкурирующая организация, которая ни хера не знает локации, ничего не умеет, но постоянно смотрит в Инстаграм Руслана, ну и просто следует за ним. Очень удачливый отец. И когда много детей, они нет-нет, да и что-нибудь поймают. Так, 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 ребята. Нормально, я могу, брат. Не сопротивляйся, ты, мать твою. Да, подходи на то. Нормальная, сучара. Нормальная, жирненькая. Так, 6 килограмм барракутского мяса. Нормально, я доволен. Сейчас мне напишут, естественно, конечно, жители Сибири и разных интересных мест, где большие рыбы выловятся, да? Что там? 5 килограмм. Да вот у меня дед, блядь. Малька, блядь, ловил на 100 килограмм. Ты знаешь, когда вырастали такие тюшки по тоню. А вот у нас в Астрахани, знаешь, белугу, тонну поймали меня. Ты смотри. Вы все счастливые рыбаки, блядь. Но вот в Иргизе не ловится белуга на тонну килограмм. Есть сомы гигантские, но сомов это отдельная рыбалка. Ты можешь неделю его ловить и не поймать. Так я знаю, что в Иргизе, ну, допустим, сосед у нас, дядя Вова, с третьего этажа, царство небесное, он ловил сома 120 килограмм. И, да, 124, чтобы быть точным. И поэтому он не купался никогда в этой Иргизе. Потому что было страшно. Потому что в это чудовище залазил два мешка в рот ему, блядь. Солома, блядь, помещалась. Большая, большая, большая сомера был, 120. Ну, большой, взрослый человек, естественно, не утащит никуда, не съест там. Да, ребенка маленького там, какого-то там, до пяти лет, наверное, сможет засосать, съесть. А, ну, человека нет. Помню, как мы купались один раз на речке, и на повороте, напротив, там было огромное дерево, дуб подмыло во время половодия. Река поднялась, подмыло, и он не выдержал и свалился. И рядом с ним мы обалдели прям такой, знаешь, как водоворот. Не то, что водоворот, который, знаешь, там, конечно, мы там за 200 метров не увидим этот водоворот, когда, знаете, там вот эта воронка, а плески. То есть, вот так вот, кружево такое, там, плески такие. Какой-то гигантский сомярый. Там на тот момент, где его было, говорю, что там, да, там животное живет. Потому что там омут был на этом месте. Такой метров 13-15 для речки. Это достаточно круто. Самое глубокое место у нас 24 метра, если я ошибаюсь. И вот там, да, там жил мутант. Ну, а что мы же попали? Про Дубай, про рыбалку. Круто, поймал. Поймал я рыбу там. Хотелось, конечно, поймать какую-нибудь акулу. Я бы с удовольствием, знаешь, съездил бы на какую-нибудь, где сила физическая нужна. Вот этот групер или как-то грувер, блять, как его там называют правильно? Морской акуль, групер вроде, который там, наверное, 200-300 килограмм. Там, чееееее, вот это, блять. Красиво. Да, там, хватило бы у меня секунды на 30, потом я забился бы, естественно. Вот, вот такую рыбалочку с большим удовольствием я бы посетил бы. Интересно. Вот, или на тунца, блять, прикинь, на большого, там, килограмм 200. Такой шуча. Какая-то старик и море, блять. Да, и когда ты ставишь, спин, спин, спин. Да, и когда ты ставишь, спин, спин. Когда ты ставишь. Русские рыбаки, это всегда кайф. Когда рыба делает рывок, ты ждешь. Когда работает спин, работает фрикционно. Хручи, хручи. Держи свою линейку. Держи, жди, жди, жди. Вот это зверь. Да и не такая уж она и большая моя ручка. Нормально, профессионально. Иди сюда, блять. Хорошее место здесь. Шел, 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 шел. Я первый раз вообще на море ловил, кстати. На море до этого я не ловил ни разу. Больше всего я люблю зимнюю рыбалку. Когда пьяный, валяешься в звезе. Возле костра и жрешь сало. Рыбалка круто. Но зимнюю люблю. Не могу с собой ничего поделать. Зимняя рыбалка. Брат недавно ездил даже чисто ради зимней рыбалки домой. Хотя мы домой любим ездить, когда там снежно, когда зима. У нас там прям такой, эх, по сугробам, по полям подолбить, знаешь, на машине. Приятно. А тут вот тебе, ты понимаешь, да? Какую рыбалку ты запомнил больше всего в жизни? Помню, раз поехал на велик, взял с собой два спиннинга, зачем-то два. Блюсин понабрал, блять. И кто знает, кто любит спиннинг, есть такое старое изобретение, называется инерционная катушка. Ведь не вот это сейчас, которое там. А где у тебя катушка? И ты когда забрасываешь, если ты вовремя катушку не остановил до того момента, пока блесна не ударилась об воду. Если ты этого не делаешь, то по инерции катушка дальше раскручивается, и у тебя такой моток лески влазит, огромный, где катушка, и ты должен все это сидеть полчаса распутывать. Плюс, пока ты это распутаешь, у тебя блесна опускается, потом ты начинаешь ее доставать, естественно, нацепляется за ткаряку, ты ее отрываешь. Все, вот так вот я две бороды сделал, один раз одну отпутал, все, плюнул, одну удочку сломал там и уехал. Вот это, на, крутая была рыбалочка. Кайф, охуенная рыба, прям. Заебу, бак. Выглядит реально аппетитно, прям. Туистый, бро, ты трай.